Всем доброго времени суток и просто добра! Меня зовут Вангард, и мы играем в The Boogeyman. Замечательную новую игру Атори, которую я продолжаю проходить уже месяц. Кажется, я об этом уже упоминал. И мы куда-то идём, потому что особо-то идти нам, похоже, некуда. Однако мы слышим шаги. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Большая дура в стене. Мы не можем до неё достать. Дэвид, можете кое-чем попросить? О, боже, бедный Дэвид. Моя шея сейчас сломается, тогда он действительно станет кривым человеком. Хей, ну хватит трястись. Ты что, совсем физически не развит? Почему ты считаешь, что залезть? Этот большеголовый урод. Он всегда исчезает, даже когда как-будто нет выхода. Появляется неоткуда. Он, очевидно, использует пути, о которых мы не знаем. Мне нужно больше стена тяни их. Эта стена была перекрашена? Поэтому я решила, что наверху есть проход. А ты ещё не вытяжешься и слазишь на меня вместо стула. Заберись уже туда и сними слоя с моих плечей. Он смог бы помочь, но я бы не стал застали раненого парня. И чтоб ты знал, только 3% моего веса это жир. Так что, прошу прощения. Бедный, бедный Дэвид. Дай-ка мне твою зажигалку. Спасибо. Не то, чтобы особо что-то изменилось. Но, как говорится, лучше, чем ничего. Куда идём мы, я не знаю, куда мы идём. Не то, чтобы тут было прям очень интересно. Да, алло. Кто это? Так вовремя. Господи. А, глядите, эта комната, где содержали Елену. Значит, и она может быть где-то здесь. Так, что в проходе дальше? Так, тут у нас выход. Так, давайте сначала смотримся внизу, а потом уже будем выбираться. А-а-а. Юки, покоя, Нандер, ты идёшься ниже, да? Так, сегодня. Да хватит мне звонить, серьёзно, ребят. Что мне надо? Швабаром. Швабаром. Все дела. Здравствуйте. Труп старика. Тело уже разложилось. И начинает... Начало гнить... Нет, не гнить, а... Вообще, не может кто-то поселился. Хочешь же месяц. И тут рядом что-то лежит. Ржавый ключ. Чудненько. Чудненько-чудненько. Так, понятно. Думаю, ключ им пригодится, чтобы открыть какой-то более быстрый проход в эту локацию. Я так рискну предположить. Так, туда я заходил, там ничего интересного. Люди, которые искалечили тебя. Ты хочешь увидеть, как они сгорят. Это что-то есть. И кто? А, как смятые кусочки бумаги. Кто там? Что-то вообще стрёмно. Что-то серьезно, что сейчас произошло? Ах, тихо. Так, что-то мне стало стрёмно. Ладно. Дик Андерсон. 39 лет. Помощь полицейского инспектора. А, в дивизионе по убийствам и ограблениям. Жена двое детей. Вхоженый тут досье. Дик. Может, это и есть Дик. Я что-то сомневаюсь. Комплект ценита. Так-с. Ночь тут стоим такие в темноте. Я тут просто немножечко переиграл. Эту сцену шагами, потому что... Каза, что что-то не так. Не двигайся. Ты под арестом. Чего еще слишком просто? Почему так нельзя было сразу сделать? Ах, твоя жена у нее хорошая шага. Это действительно делает меня, чтобы... Что? А твоя жена такая неплохая задница. Что? Наверное, я тебя правильно все понимаю. Действительно, сам меня преследовать ее. Где она? Где? Ах, детектив. Как беспечно. У него шокер. Так себе, честно говоря, сверхъестественное существо. Пытаетесь меня арестовать? Так. В каком личном предвижении. Вообще, что-то не пошло. Как я смею просить такие жестокие слова детективу? На самом деле, нет. Дурак. Надо отметить, что все эти вещи как-то связаны с Еленой. Елена? Кейс, бедняжка. Ты наблюдаешь за мной, пока я погружаюсь все глубже в глубину отчаяния. Теперь ты стоишь здесь, на грани. Но сейчас время, когда наконец поймешь. Тебе нужна гордость. Тебе нужен покой. Так что иди вперед. Возьми все это. Но, раз ты не видишь, в конце будет ничего. Ничего от тебя не останется. Молода? Елена? Ну, в общем-то, да. Дальше пока все похоже так же, как и обычно. Ну, что же. О, я уже выключил зажигалку. Так, вот. О, добрый день, листочек. Кусок бумаги и... как будто сказать, может, типа диктофона. Что-то нацарапано на этом лиске. Ты просто хочешь услышать ее. Где я, где ты? Кто ты? Что происходит? Добрый день, мисс Берринг. Кто там ноет? Кто? Назовите меня Буги, мадам. Я себе только собираюсь начать игру, подходящую к такой веселой ночке. Я оценю, если вы тоже примете участие. Бегите от меня, мисс. Я прошу прощения, я не знаю, что вы имеете в виду. Где мой муж? Где я? Почему этот мужчина связан? А, он помощник. Он быстро объяснит, как все это работает. Если я поймаю вас, случится это. Девера, понимаете правила? Где мой муж? Где-то, но вы не знаете, где... Где мой муж? Он не может спасти вас. Он уже в моих руках. Зависит от меня, будет он жить или умрет. Потерпите, мисс Берринг. Игра начинается. Так, я был внутри клетки. Да, похоже. Она не совсем верно восприняла ситуацию. Так, это у нас сохранение еще для разных концовок. Раз концовка, два концовка. А также где-то три концовки. Ой, сейчас я еще насохраняюсь тут. Просто по уши. Текс, текс, текс. Что нам нужно делать дальше? Интересный вопрос на самом деле. О, знакомое место, однако. Да, похоже на связь с комнатой, где держали ланс. Но пойти мы туда не можем, почему-то. Ладно, нам пока там искать нечего. Так что... Пойдем куда-нибудь еще? Хотя идти-то особо некуда, скажем так. Так, там мы оставили Дэвида. Дэвид, думаю, надеюсь, он так и сидит, если ничего не случилось. Опасовать одному. Не, серьезно, что за такой злодей? Он просто носит с собой шокер. А где сверхъестественные силы и все такое? Честно говоря, мне такое возникает впечатление, как будто... Ну да, это, похоже, была внутренняя сторона клетки, где мы видели, или... Ну, потому что у нас стоит ведро. Для заключенного. Нет, серьезно. Да, так, нет, там закрыто с другой стороны, там нам делать нечего. Так, ну, получается, мы сейчас просто идем дальше. Нет, мы не идем дальше, мы идем еще куда-нибудь. Сюда можно вообще как-то выбраться, я не знаю. Да, давайте убираться отсюда. Дэвид, добрый день. Спасибо за зажигалку. Кейт, что-то случилось? А тот большеголовый... Сбил меня с ног, скажем. А что? Неудителю, что заняло столько времени. Вы в порядке? Я мог легко умереть, но куда более важно. Хотя нет, забудь. Там был еще труп. Наверное, один из рук. Мертв уже несколько месяцев. Несколько месяцев? Разве это не странно? Да, так и есть. Не хвост, он на засрял, не мог выбраться. Он был явно убит ножом. Что-то странное место. Я никогда не хотел пасть на что-то такое странное. Еще что-то странного. В конце концов, где вообще замки в этой... Когда вообще были замки в этой стране? Я подумал, что ты создал... Что что-то не так еще в тот момент, когда мой босс рассказал мне об этом туре. Потом я нашел... Обнаружил, что это особняк какого-то европейского пара с колониальной эры. И там была история... Об убедении... Америка... Ай, боже мой. Что? Вы не можете открывать такие места публики? У вас не будет никакой турктической ловушки. Вас скорее засудят. Униженные племена все еще где-то рядом. А что тут Брэндон вообще думал? Думаю, нам теперь никогда не узнать. Если вы что-то подозревали, то почему вы пришли? Там, похоже, стреляли племена индейцев, да? Индейцев, то есть. Или что-то подобное. Может, их Елена хотела. Но я знал, что что-то здесь не так. Неважно. Я не хотел бы, чтобы она узнавала об этой кровавой истории. С месяцем отдыха я мог отвезти ее куда угодно. Но я брал это место. Я теперь случилось то, что случилось. Как-то более Елены. Не бы походило, чтобы обращали на нее много... тратили на нее много времени. Поэтому, честно говоря, подошло, что ее вообще не любите. Я хотел бы, чтобы мне больше не мать. Но я не мог. Мой. Подчиненный зонит мне так много, что я не мог даже найти перерыва. Трудно быть активом. Но-ка все еще круто. Я на отдыхе. Поэтому сейчас я просто обычный старик. Давай пойдем. Что же, у нас есть ключи. И теперь мы можем отправляться дальше. Ура. Ребята, у вас как тут дела? Как-то по той топор ширли. Зову Дэвид. Хорошо. Что такое? Что-то не так. Что бы это могло быть? Он не буги-мен. Ну, мы-то встречали настоящего буги-мена. Это, похоже, какой-то подложь. Знаете, как в Скуби-Ду? Подобные монстры всегда оказываются людьми. Неплохо идешь, нашла девчонку. Не искать людей моя работа. Что же, мы со всеми пообщались. Господин Ричард, вы ничего не хотите нам сказать? Нет, так нет. Он, честно говоря, поклонный правду больше напоминает какого-то очень ловкого мошенника. Так, так, так. Нам неплохо бы найти то место, где была заключена Софим. Возможно, там найдется для нас что-нибудь интересное. Ах, какие сиждоги коридоры. Это место поистине огромное. Тут сидели господа заключенные. Я вообще как-нибудь туда пошел, однако, да? Ух. Нет, пошел только как раз туда, кажется. Нет ли какого-нибудь более быстрого прохода, интересно? Да-да, там еще где-то вода лилась, все дела. Потому что, честно говоря, эти перебежки слегка отломляют. Наша комната, конечно, и так. Собо бы пожаловать ни на что, например, на центре замка. Но все-таки, я думаю, сами понимаете, что это немножко утомительно. Потому что таки... О! Кажется, наш ключ подойдет этому месту. Так, мы куда-то вниз к воде видят это. Вы не можете, если зайдем в комнаты с трупами. Откуда мы знаем, что там уже трупы, интересно? Меня слегка заволновал этот вопрос, скажем так. Так, неужели нас некий дар предвидения? Так, вода по-прежнему меня пугает, но уже не так сильно. Давайте тогда посмотрим, что-то в комнате, где живет Сокин. Так, тут где-то был выход. А, да, симпатичный, я уже об этом, наверное, говорил. А, погодите, я понял. Да, я понял, куда идет этот проход. Это то место, где мы взяли, как расключит этой комнаты. Что-то я глуплю, конечно. Так, сохраняшечка. Кит, ты собираешься, да? Почему я не могу? Ну, там. Только не говори, что боишься. Когда я был ребенком, бешеный собак преследовал меня, наверное, час. Какого большого ребенка ты, правда... Ой, для того большого пары ты, очень уж нытик. Что, мы не пойдем туда, да? Ну, понятно. Дэвид, знаете, Дэвид нас больше ограничивает, чем нам помогает. Будем уж откровенны. Хотя, чего признаться, приятно снова быть вместе с этим персонажем, который мне очень нравится. Синие штаны на нем, собственно, странно, кстати. Закрытая дверь. Ключей меня, конечно, не оказалось. Это очень обидно. Еще эти лестницы были бы сделаны нормальные. Некрасивые, но они ненормальные. Так, так, так. Ну, видимо, что-то вроде тюрьмы. Ой-ой-ой. О, I wanna head. О, I wanna hear is a ringtone. Все, что я хочу услышать, это рингтон. Знаете, серьезно, это явно мошенник. Ну, современные монстры должны знать, за всяких слов, типа рингтон и все подобное. Симпатичные миссии. Мне очень нравится еще, что листера покачивается. Тазроссера дверь, похоже, чем-то прихватили. Ты был еще более бессердечен, чем я думал, Дэвид. Он с домом позади той двери. Вообще, внимание, пойдем. Твоя мать плачет в воду, ты знаешь. Раз ты не слышишь, жалкие стоны твоей матери. Почему, дорогой Дэвид, я сам не одного? Я не хочу быть одна. Пожалуйста, я не хочу быть одна. Дэвид. О, Дэвид. Успокойся. Не слушай его. Чтобы он потом прямо в больное место ударил. Дэвид, разве не больно, что стоял мать саму по себе? Да, что за заботливый сын? Он должен был быть на ее стороне. Или ты чувствуешь себя освобожденным? Чтобы надчерпывались ты, слабая женщина, все время ограничиваешься тебя? Отпусти меня, я не позволю ему говорить так. Так, успокойся. Не открывай эту дверь. Отпусти меня! Ты идиот! Ты меня вообще не слушаешь, да? Никогда не слушай, ничего не улучшится. Должно быть, из-за этого твоего старику будешь пройти через много проблем. Что это? Я говорю, что ему отсюда, чтобы нелегко с тобой пришлось. Ты прыгаешь прямо к полости один. В то время, когда я сказал тебе остаться. Если ты не идиот, то я даже не знаю, что с тобой не так. Скажи это еще раз. Ну, похоже, это не проблема только с твоей глазами, а еще и с ушами. Или нужно обвинять твою голову. Ты злишься за каждой мелочи. Думаешь, удачи мне тебе станет легче? Ну, тогда вперед. Пусти. Пойдем, то есть. На самом деле, хорошо, что Кит уже привык к таким случаям. И ничто не может нарушить его хладнокровью, на самом деле. В такой ситуации, это плюс. Приятно, на самом деле, играть за такого понимающего персонажа. Что-то, Давид, выглядит не очень хорошо, честно говоря. Или мне просто кажется. Так, куда мне идти-то? Так. У меня есть топор. Возможно, дверь можно открыть топором. Возможно, не нужно ее открывать топором. Давайте попробуем открыть ее топором. Надо было самого начала так сделать. Слишком хитрая ловушка, чтобы быть правдой. О, господи. Ладно, моя попытка номер пять. Бегать, 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 бегать. Сейчас же полетит. Тихо. Ну что, нас с тоговыми руками не возьмешь? Рефлексы, как у тигра. Так, и зарядка для шеи. Ты предпочитаешь увидеть его, умирающего болезненной смертью? А, еще ключик. Зачем он играется? По игру ясер же мастером надеваем ему задницу. Ну, может, и нет, кто знает. Вот этот большой арбалет прикреплен столом. А к двери прикреплен шнур, который активировал богус макеевшки. Не знаю, что нам от этого пользуется, по-моему, никакой. Так, думаю, больше нам прицепить этот ключ некуда. Так что, давайте воспользуемся им. Нет, так, так, так. Эй, Дэвид. Да что ж ты докопался, моего Дэвида? Не трогайте моего Дэвида. А мне что, то после этой игры, вроде, про него еще прицаре писать, блин. Это ж написано синее. Не веди себя так, как будто ты не знаешь. Это не путь, это просто путь. Это просто так оно происходит. Че-то я ничего не понял. Впрочем, в игре мало что понимаю, я заметил. Эй, Дэвид. Че ты хочешь? Погляди лучше вниз. Да, почему ты смотришь вверх, угляди лучше вниз. О, наконец-то я тебя поймал. Детектив был слишком внимателен к тебе. Вот, убив тебя, я получил большое преимущество. Кратишься удар под детективу. О, это становится все лучше. Газ. Так. Точно. Тут, может, немножко попахивает Дэвид. Ну, это ненадолго. Теперь поторопись с Бэтменом. У Робина будут проблемы. Так. Занавеска. Что можно здесь за нарезкой? А мы можем ее надеть. Чудно. Отлично выглядим. Отлично выглядим. Давай, Дэвид, ты можешь выбраться. А, Гутину все проклято. Откуда я знаю, где он? А, погодите-ка, погодите-ка. Там я кое-что припоминаю. Или я не помню. Нет, я не помню. Нет, я помню. Там была комната с каким-то вентилем. Может, там... Ну, не знаю, что я делаю. Комната с вентилем. Помоги мне. Не знаю, что делать. Я не хочу просто, чтобы Дэвид Туни. Господин вентиль. Что мне нужно сделать? Ну, и, короче... Вниз. Быстрее. Поможем и ходить по воде. Окей, Иисус, ну, почти. Так, так, так. Скоро-ка, дверь. Нет, нет. Ну, что я должен сделать, Дэвид? Живи, пожалуйста. Дэвид. Дэвид. Ширли меня не просит, если я за льте погибнуть. Вообще никак. Что это? Полотенце. Не знаю, как нам положат полотенце, но будь оно все проклято, если оно нам не поможет. Быстрее, 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 Кит. Пожалуйста, пожалуйста. Полотенце. Все. Забираем ключ. Если это поможет. Не помогло. Я помогу. Быстрее. Дверь. Давай. 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 Успел? Успел? Встань, Дэвид. Боже. Не касайте меня. Что ты делаешь? Поторопись. Дэвид, ты умер? Дэвид, ты жив? Дэвид. Дэвид, ты жив? Кит. Ты в порядке? Да, пожалуй. Кажется, мне только что ударили по голове. Господи, на последней секунде. Хорошо. Возвращаешься в комнату. Если это случится снова, я не уверен, что смогу тебя спасти. Прости. Все новато моя собственная глупость. Это не проблема. Если что-то случится с тобой, то разбираться с Пащей Швирлей придется мне. Разве тебе никто не будет плакать? Может, уже нет. А? Все еще хочешь быть частью команды? Да. Делай, что хочешь. Я устал. Ладно, думаю, это хорошее, что закончится серия, что ты переволновался, ей-богу. С вами был Авангард, и до новых встреч. Это было тяжело. До новых встреч. Следующая серия.